Компенсация за перелет к месту отдыха и обратно теперь будет рассчитываться по-новому. Администрация города привела местные нормативы в соответствии с принятым в округе порядком и условиями компенсация льготного проезда, где в основе лежит так называемый принцип ортодромии. Это значит, что теперь сумма компенсации будет рассчитываться по определенной формуле. И фактически человеку заплатят ровно столько, сколько в процентном соотношении от общего маршрута воздушного судна. Самолет пролетел от российского аэропорта до границы или наоборот. Причем здесь учитывается только кратчайшее расстояние. В итоге сумма компенсации льготного проезда бюджетников теперь становится значительно меньше. Вот как выглядит расчет по самым популярным направлениям. Рейс Тюмень-Анталья-Тюмень. По существующему положению сумма компенсации составляет 18 810 рублей. По-новому это будет 14 199. Потеряет бюджетник на одном билете 4 611 рублей. Еще плачевнее ситуация, если в Анталью лететь из Москвы. Здесь вместо 12 384 рублей компенсируют всего 3385. Потеря без одного рубля составит 9 тысяч. Еще пример. Екатеринбург, Шарм-эль-Шейх, Екатеринбург. Пока компенсация составляет 26 тысяч рублей. Будет всего 15 300. Минус почти 11 тысяч. Москва-Ханой-Москва. На сегодня компенсация 37 757 рублей. А по новому расчету 5 400. Вывод бюджетника можно сделать такой. Меньшие потери при компенсации перелета получатся, если лететь из северных аэропортов. Хоть как-то сглаживает ситуацию другое новшество. Которое заключается в том, что теперь человеку, который решит вылететь из города не в первый день отпуска, а накануне билет тоже оплатит. К слову, эти изменения происходят в рамках оптимизации бюджетных расходов. И финансисты городской администрации уже подсчитали, какую экономию принесет принцип ортодромии. С применением метода оптимизации следует, что применение данного метода позволит сэкономить бюджетные назначения, предусмотренные на оплату годного проезда, в размере на 5-10% от суммы осеннавания. В случае, если рабочие будут пользоваться воздушным транспортом и будут выезжать за пределы территории города, Российской Федерации. Так, в случае применения метода оптимизации в 2012 году по расчетам департамента финансов и экономии бюджетных средств составило бы почти 8%, если данный принцип применялся в 2012 году от суммы оплаченного годного отпуска или 5,381,000 рублей.